Привет всем дорогие зрители! Я уверен, что вы уже заждались нового ролика и я как всегда готов вас порадовать предновогодним видосиком. Изначально я хотел записать юзер арбуз или же просто проверку игроков, потому что и то и то вам очень и очень нравится. Но потом поймал себя на мысли то, что этот видосик должен быть точно посвящен не одной из этих двух рубрик. А почему именно вы уже можете понять по названию ролика или же если вы не поняли, то посмотрите его чуть дальше и вы все обязательно поймете. Игра на сервере Classic Life, если что, IP будет в описании. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. На самом деле очень приятно смотреть на то, что вы до сих пор смотрите меня, если кто-то очень давно на меня подписан. А также новых зрителей я тоже рад приветствовать. Ну а теперь можем начинать наш любимый видос. Посмотрим сейчас на реакцию игроков, на то, что я себя вытащил из Жайла. Лицом к стене раз, там к стене два. Почему? Почему? Стоп, 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 стоп. Серьезно? Пацан меня поставил лицом к стене. Я как обычный гражданин хочу поинтересоваться за что и он ебашит мне по ноге за что? Я же не убегаю от него и даже ничего такого не делаю. Он скажет дальше, что это будет предупредительный выстрел, но я не пойму как ты и о чем ты предупреждаешь человека, который с тобой стоит и говорит спокойно, не убегая от тебя. Это нарушение правила фри-дамаг. Здесь он меня раздамажил без какой-либо острой необходимости, а это запрещено. Он у нас получает пизюли и мы к нему вернемся в скором времени. Охуевший. Три-дамаг. Эээ, нет. Я тебе до трех досчитал? Да. Пизда. До трех досчитал? Досчитал. Выстрел не древний. Выстрел не древний. Я считал до трех. Если он не слушается, то стрелять по нему это не повод. Это не повод. Ему даже рандомный игрок об этом говорит, о чем речь, он тупой, сука, баран. Дальше меня отнесем на крышу, где я объяснил админу, что произошло. Ведь администратор, по сути, сам уже это все видел. Ведь он тэпнулся тогда, когда это все произошло. Или же происходило. Мои объяснения никаким успехом не увенчались. И поэтому я принял решение самостоятельно наказать этого педрилу. Просто его заджалить самому и все. Пусть подает жалобы кому угодно и что угодно говорит. Я это смогу все объяснить и доказать. Да, повторюсь, у меня администраторы, опера и модераторы могут наказывать ребяток прямо на месте, если видят их нарушения. Им не обязательно брать для этого нон-РП профиль. Я в этом плане позаботился об удобстве администраторов и сделал так, чтобы им не приходилось менять по 300 раз профессию. Ну, продолжаем. Чувак, чувак, ты тэпнулся, он при тебе это сделал, алло. Серьезно? Я стою, спрашиваю, за что, блядь? За что, я говорю? Я только со спавна вышел. Он мне считает, считает, я стою перед ним, смотрю на него, а мне горит, блядь, лицом к стене и начинает стрелять по мне, по ноге. Ну, нахуя? Там же вообще не требуется дамаг по мне. Я стою на месте и не убегаю. Мразь ебаная, ты смотри на него, блядь. Чё там, фри дамаг, блядь? Ну, щас я тебе пизды дам. Долбоёб. 1 на 1, 1200. Дальше, чтобы разбавить этот видос с разборками обычным геймплеем, я покажу, как я немножечко попытался подбивать мэрию. Потому что, ну, реально, видосик будет скучный, если я буду показывать только одни разборки и прерываться на свою речь. Опа! Чё такое, блядь? О, готов. Нихуяшечки. Опа! Опа! Итак, теперь переходим к долгожданным разборкам. Прошу заметить то, как он общается и отметить для себя вот эту манеру поведения токсичного, неадекватного пидораса. Ну, то есть типичный мамин гаррисмодер. Опять же, убедительная просьба. Заметьте то, как он себя ведёт до того, как я начну использовать голосовой чат и после того, как я его начну использовать. Пять человек по его утверждениям во время комчаса начал человек тормозить и отчитывать, чтобы он стал лицом в стене. Да, предупредительный в ногу. После чего ты прилетаешь, забираешь его на крышу и без объяснений его... Я только вышел с спавна из джейла. Короче, смотрите, пацаны. РП-сервер это более-менее реальная жизнь. А полицейские, когда стал лицом в стене или обыскивают, не ебашут по ногам гражданам. Я стою перед ним и слушаю его. Он берёт и по ноге стреляет без неркодиомости. Если бы я убегал как дурак, то да. Заебись и переобулся. То стрельба не обязательно. То стрельба не обязательно. Да, 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 да. В смысле переобулся? Что ты не сказал, что я тебе лицом к стене оставил. Ты говоришь, какая причина, при этом был комчас. А? Не переобуваешься в чине? Аборный, модератор. Если я сейчас джалю, держу в курсе. Я должен быть адекватным? Меня не взяли на разборке, просто так заджали. Не объясню причину. Держу в курсе. Он долбоёб какой-то, блядь. Аминады, модераторы, модераторы лучшие. Хорошо, я пришел поставить лицом сне. Я начал отсчитывать. Дал предупредительную в ногу. Давай, скажи только нет. Это не особо меняет ситуацию. Брах. Простите, что? Это не особо меняет ситуацию. Это не особо меняет ситуацию. Переиграть нормально, я тебе говорю. Я тебя буду просто убивать по КД. Уже лишь за это говно можно было давать пермач, но я решил чуть-чуть потянуть время и еще посмотреть, что он выдаст. Официально заявляю администраторы и модеры и операторы классика, кайфа, батайска. Давайте сразу таким дебилам перманент, если они такое говорят. Я не оскорбляю тебя. Я могу взять профессию, которая будет тебе мешать. Например, убивать тебя по КД. Удачи. Взять бандита, например. Удачи. Удачи. Максим, какой, блядь, конченый урод? Соборный администратор, модератор. Попросил у мамы 500 рублей, задонатил на сербак. Теперь яку. Какое, сука, противное, отвратное, ну вот просто-напросто животное, вот конченый урод. Я не знаю, как подобрать правильные слова, чтобы еще описать то, как он себя сейчас ведет на этих разборках. И больше всего меня удивляет не то, как он сейчас именно себя ведет и говорит, и общается, а то, как он будет себя вести после того, как я включу голосовой чат. Это просто мразь, я тебя буду убивать, тебе не дам играть на сервере, блядь, какой конченый урод. Не, он пермач зарабатывает 100%, я выебашу сразу, без разбора. Как часто менты стреляют по гражданам за вопрос, блядь. Ты не слушаешь меня, тебе пояснил полностью. То, что я задал вопрос. Ебать на риот! Короче, меня заебало доказывать им что-то стоять и объяснять, потому что ни первый, ни второй вообще ничего не понимают. Они вот настолько глупые были. И я не знаю вообще, почему такая предрасположенность к человеку, который пользуется текстовым чатом. То, что его заведомо не слушают особо, его особо не понимают при диалоге, хотя уже есть все средства по типу говорилки. Ну, в общем, не важно. Я отключаю текстовый чат и подключаюсь в голосовой. Понимаешь, он тебя ставит лицом к стене, не становишься. Я спрашиваю, за что меня лицом к стене ставят. Я разве подозрительный какой-то гражданский или что. Я кого-то убил или подозреваюсь в убийстве. Я нормально, абсолютно... Я абсолютно нормально интересуюсь. Ты уже все сказал. Ты все высказал максимально подробно. Я тебя выслушал минутой ранее или двумя ранее. Минутами. Я тебя слушать больше не хочу. Да не похуй, блядь. Я тебя слушать больше не хочу. Я тебя слушать не хочу. Ну, раз тебе похуй, то сиди и молчи спокойно, когда дядя постарше говорит. Хорошо? Тебя мама на заднем плане бедного зовет, а ты уже кричишь на нее. Ну, хоть уважение прояви к маме, пожалуйста. Вот. Ну, смотри. Вернемся к разборке. Я как гражданский абсолютно спокойно могу уточнить у полицейского, за что меня ставят лицом к стене. Ну, смотри, предположим, камчаса не было, меня ставят лицом к стене. Что мне делать? Я хочу узнать, за что меня ставят лицом к стене. Он, как полицейский, должен мне объяснить, за что меня ставят. К тебе полицейский на улицу подходит там. Вы, главное, подо... Ну, не то, что главное, вы подозреваетесь там вот, или же вы один из свидетелей там чего-либо. Он тебе объяснит спокойно, абсолютно, что ты должен сделать и почему ты это должен сделать. А тут же ко мне подходит полицейский. Не факт то, что он настоящий полицейский. Если я сейчас буду докапываться до любой хуйни, поскольку это РП сервер, то он улетит у нас на неделю. Как минимум. Он не показал свой документ. То, что он мент, реально мент. Он не показал, не представился. Смотри, я не обязан тебя просить представляться. Тебя этому должны были научить по РП в органах. Ты этому, видимо, не научился и просто взял профессию, чтобы ставить людей лицом к стене. Я тебе говорю, ты все высказал, я тебя услышал. Кроме всякой хуйни неадекватной и оскорблений, я больше ничего не слышал. Никаких доводов и аргументов от тебя слышно не было. Так что сейчас молчи и слушай, пока я говорю. Спасибо. Объясни мне, пожалуйста, как часто вот ты видишь и как много людей с простреленными коленями на улицах, которые ходят. У тебя полгорода, наверное, ходят, раз ты абсолютно на это вообще глаза закрыл. У тебя, наверное, полгорода коллег ходят с травмой ноги. Когда их лицом к стене ставят, обыскивают, им сразу дают предупредительный в ногу. Мне кажется, нужно брать полицейским, наверное, гранатомет. Предупредительный выстрел с гранатомета будет куда убедительней, чем с МП-5 в ногу. Ну, чтобы просто распидорасило ему ноги, и он точно никуда не убежал. Вот прям заранее нужно это делать. Как ты считаешь, ангел? Скажи, пожалуйста. При демо я уже просто делал. Молодец, отсидел. На этом твоя игра на сервере заканчивается, кстати говоря. Вот после этих разборок, наверное. Ты же там обещал мне плохую жизнь устроить, убивать меня везде. Типа, я же могу взять профу, чтобы меня ходить убивать, да? Ну, ты ж только что тут глотку рвал, пиздец. Как будто ты порно-актриса, которую в глотку выебали. Теперь она орёт, бля. Ты же говорил это, чё ты рвешь? Ты же не строй, я тебя убиваю. Ты же говорил, ты не строй, это, блядь, нахуй, мы короли, блядь. Что-что? Я не считаю себя королем. Я играл, как обычный игрок. Всегда ржу с таких дебилов. Знаете почему? Вот я пока войсчат не включил, смотрите, как он себя вёл. Он оскорблял меня и всё такое. И там думал, что он такой суперкрутой. Там я же обычный модер, там я сейчас слечу с модерки своей и всё такое. Стоило включить опять же войсчат во время разборок и продолжать его окунать в говно. Как тут же он уже начал говорить про то, что я чувствую типа себя королём на своём же сервере и всё такое. А вот не он ли, несколькими минутами ранее, вёл себя как просто токсичное ЧСВ говно, которое просто вцепилось в обычного игрока, угрожало ему испортить жизнь на сервере. А тут вдруг оказывается создатель сервера. Ой, давайте я чуть потише буду говорить. Я же не лицемер, я же просто обычный игрок. Это ж создатель говно, он же себя ведёт как король на своём же сервере. Сука ж ненавижу таких. Ну серьёзно, ну мерзкий, мерзкий тип. Ты абсолютно так же себя повёл, как обычный игрок, по-настоящему. Так, как кто-то есть. Ты себя показал тогда, когда я не включал войсчат, а общался лишь по, не знаю, текстовому. То есть я не раскрывал типо лично. Ты себя на все 100% показал этим, и теперь с тобой всё понятно. Как только я включил войсчат, ты стоишь и просто молчишь все разборки уже несколько минут подряд. Я даже начал, блядь, секундомер ставить, засекать время. Сколько ты, оказывается, можешь минут стоять молча, представляешь? А почему у тебя тон голоса так убавился? Ты спокойнее стал или ты сейчас глицина наглотался? Куда агрессия вся пропала? Почему ты так себя перестал вести? Где гнев, вот это вот, крики на маму свою на заднем плане, или кто там у тебя там звал, не знаю. Куда это всё пропало? Если ты готов был рвать и метать, ты тут девочкой оскорблял, ты пытался отхуесосить как только можно, там 500 рублей у мамы попросил. Я могу у мамы попросить больше, чем 500 рублей, и знаешь, и не только у своей. Ну, у чьей ещё я промолчу, пожалуй. Ты сейчас тут сидел абсолютно спокойно, кричал о том, что ты будешь всячески мешать мне играть, и если бы это был реально какой-то обычный игрок, он бы вряд ли бы что-то мог такое взять, предъявить или же пожаловаться. Я же абсолютно спокойно могу от токсичных людей ограничивать свой сервер как игровую площадку для более-менее хороших ребят, которые себя адекватно ведут. Ты не из их числа. Зачем ты тут играешь? Один адекватный сервер, больше я не найду. Не буду уже в финале делать всякие стоп-кадры с гличами, просто буду вставлять речь. Обратите внимание на голос и интонацию. Он потерян, и он обосрался, и он боится реально получить бан, но не хочет это показывать. В этой его реплике реально это хорошо очень видно, в отличие от остальных. Я уверен, найдёшь. Кто хочет, тот добьётся, а кто ищет, тот найдёт, как говорится. Игра на классике для тебя закончена, с чем я тебя поздравляю. А раз банк будем купить, да? Нет, я тебе не продам. Я тебя не продам, раз банк. Ну я не хочу продавать тебе раз банк. Сколько б ты не заплатил. Ты раз банк не купишь, ты не будешь здесь играть больше, чувак. Хорошо, хорошо Ну, вот ты себя настоящего и показал Перепиши, пожалуйста, причину ему на хуесос вонючий Именно вот так вот сейчас как напишу Все, заебись Спасибо Если будут спрашивать, скажите, я разрешил и все На этом видосик про ЧСВ Токсика заканчивается Надеюсь, вам он понравился И то, как я наказал этого пидораса, тоже понравилось Пока сидел монтировал, даже не заметил, что теперь видос вышел на больше чем 15 минут Вот, большая просьба подписаться на канал Поставить лукас и написать комментарий с вашим мнением об этом видео Ну и кто любит поиграть на хороших серверах под РКРП Рекомендую вам зайти на классик Вот, я на нем играл и снимал этот видос IP и группа будет в описании На этом у меня все И очень такая маленькая просьба Не будьте такими же уебанными, как и этот тип Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok